МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В понедельник вечер, это форум. Здравствуйте. Они ждали чуда, но получили только проблемы. 11 человек из Витебской области после общения с экстрасенсами попали в психиатрическую больницу. Настройка каналов, чистка кармы, привороты, порча с глаз, от чего даже в 21 веке услуги колдунов и гадалок находят своих клиентов. Как люди попадают в ловушку мошенников от магии? Кто они, экстрасенсы? И как распознать шарлатана в том, кто берется разобраться со всеми твоими проблемами за отдельную плату? Это рифмистическая тема нашей программы. Сегодня это форум. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша первая героиня также считает себя жертвой экстрасенсов. Причем речь идет не только о моральном ущербе. 120 тысяч долларов она перечислила за несколько месяцев вот таким специалистом. Специалистом, которых сама называет мошенниками. Людмила Германова и ее рассказ о том, как она оказалась в такой ситуации. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Людмила Петровна. Здравствуйте. Я иначе не могу спросить, как вас угораздило? Что произошло? В какой момент всего несколько месяцев? Просто головокружительная сумма за такие услуги 120 тысяч долларов. Ничего не напутано? Именно столько? Нет, да. Столько. Около 120 с переводами, со всеми. Так как, понимаете, чисто случайно у меня, наверное, в жизни получилась такая трудная ситуация. Родители больные, пенсионеры 85-86. Папа от боли мучается, сильные боли, лежачий. Ну и с мужем сердце проблемы. И здесь я включаю, на обед пришла, во время обеда включаю канал, и там выступает Степанова Надежда Ивановна, ясновидящая, парапсихолог, биоэнергетик. Звонок бесплатный. Она так уговаривает, что это все бесплатно. Обратитесь, и я вам помогу, потому что очень много людей болеет, и я помогаю. Обратитесь обязательно на такие вот номера телефона, которые написаны на телеэкране. Я набрала и как раз попала. Ну, я все рассказала своей бедой. И все началось. Вот когда я с ней побеседовала, вы понимаете, я, наверное, у меня закружилась голова. Она говорит, завтра перезвони снова по этим телефонам, перезвони моим помощникам, и они скажут, когда я с вами буду сеанс. Мне даже сейчас стыдно признаться, как она, там сбор травок каких-то, когда я потом почитала. Там зверобой, ромашку, ну, всякую нерезь. Я говорю, так у него костное заболевание. Ничего, я не таких поднимала. Как происходила передача денег? Вы переводили на счета. Да, потом связываются, вот она со мной поработала, потом она говорит, с тобой свяжутся мои помощники и скажут, на какой счет, на какую фамилию перевести деньги. И я, они мне говорили за день так, где-то от 15 до 20 звонков в день. Они мне говорят, все, мы работаем с этим, как я, с Сергиевским пассатом, мы при церкви, мы с Сергиевским пассатом, здесь никакого машины. Я говорю, ну как, такие деньги целители не берут. С какой суммы вы начали? Начали, начала за диагностику, она сказала, я говорю, 500 долларов. Я говорю, у меня таких даже денег, ничего, захочешь, чтобы родные жили, найдешь. Муж стал замечать, ну, они говорят, ни в коем разе нельзя говорить ни близким, никому, потому что все сорвется и все умрут. Я не могла даже... То есть вы собирали деньги на оплату работы... Я не говорила, я говорила людям, что мне нужно квартиру купить. Вот пришла к соседу, он говорит, Людмила, для чего тебе деньги, да, все-таки 7 тысяч долларов. А он, я говорю, ай, там акция происходит, мне нужно, говорю, на акцию. То есть вы сейчас в долгах? Я в долгах, у меня где-то сейчас долгов около 118 тысяч долларов. Я вот выставили квартиру, машину, гараж, и мне этих денег будет мало. Это правда, что вам звонили и угрожали? И угрожают. И по сегодняшний день, вот я хорошо числа запомнила, они сразу, когда я стала плакать и просить, что, пожалуйста, говорю, верните мне деньги, люди, говорю, мне нужно возвращать деньги, они сказали, в твоей ситуации лучше повеситься. Вот. И вы знаете, я уже дошла... Простите, это кто сказал? Это вот помощники. Экстрасенсов. Экстрасенсов. В итоге вы до милиции дошли, то есть ваше действие. Я уже, нет, сразу я попала уже до милиции, и у меня муж уже на руках принес в больницу, потому что у меня давление 230 на 110. Доктор стал слушать, они еще просили 12, требовали меня. Муж вот слышал с доктором в трубку, а они кричали, дайте нам, Людмилу Петровну, она нам должна за наши сеансы 12 тысяч долларов. Ну, доктор сказал, что вы отключайтесь. И мы отключим. Спасибо, Людмила Петровна, за то, что вы пришли, рассказали, что такое сегодня возможно. Но, Наталья Васильевна, что скажете? Вы знаете, слушаю, да, и такое ощущение, что просто как, не знаю, где это происходит, неужели в 21 веке. Вы знаете, ну, конечно, я верю в эти гипнозы, да. Скорее всего, там люди, которые мошенники, а это явно мошенники, и здесь просто говорить не приходится ничего, потому что все, что сейчас сказала Людмила Петровна, все действия продуманные, чисто мошеннические, так. Конечно, здесь по ним плачет тюрьма. Но поддаться все равно вот на такую вот провокацию просто, а родители, извините, живы-здоровы? Да, живы-здоровы, но у детей нет, нисколько. У родителей, наоборот, у папы очень сильно обезболивающие, да мое состояние совсем ухудшилось. Людмила Петровна, но важный момент, что созванивались вы с российскими экстрасенсами, да? Я так понимаю, что главная проблема сейчас вот юридически заключается в том, что физически на территории Беларуси они не находятся. Нет, они не находятся, это российское дело, нет, не возбудили, так как сказали, посоветовали, что обратиться, мошенники находятся на стороне Российской Федерации, обратиться в Москву. Но здесь чистой воды мошенничество, и никто не обращает внимания, что здесь еще есть состав преступления, покушения на доведение до самоубийства. Как привлечь этих людей к уголовной ответственности? Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет по городу Москва. В данном конкретном случае необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, выманивания денег обманным путем, без намерения вернуть их, либо оказать ту, либо иную услугу, и по факту доведения до самоубийства. Правоохранительные органы Российской Федерации должны будут проверить данный факт. Наши правоохранители в рамках договора об оказании правовой помощи окажут все содействие, а именно вас допросят в качестве потерпевшего, может быть, ездить не нужно туда, свидетелей, которые могут подтвердить, банковские переводы. То есть, если здесь все своими словами описать, то есть все перспективы для возбуждения уголовного дела. Но это при условии, если Людмила Петровна записывала эти разговоры, ведь мы же только на слово ей верим, мы же не знаем, были ли эти слова, были ли такие уголовные. Людмила Петровна, вы записывали как-то? Да, если есть, только она записывала. Нет, не записывала. Ну вот видите, а как можно составлять? Ну а с другой стороны, Назалья Васильевна, а для чего человек 120 тысяч долларов? За хорошие слова просто по телефону. Мы пока не знаем, мы только слушаем одну статью. Вот поводом будет возбуждение уголовного дела и принятие по нему соответственно... За комментарием мы обратились к правоохранителям. Вот что мы рассказали в ОВД Витебского облсполкома, которая, в общем-то, рассматривала это дело. Давайте послушаем. В Витебской области в органы внутренних дел поступило несколько заявлений от лиц, обратившихся на горячую линию канала ТДК для оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг. Посредством денежных переводов на счета псевдоцелителей были переведены различные суммы, максимальная из которых в общей сложности составила около 120 тысяч долларов. Все материалы, собранные по фактам оказания платной парапсихологической помощи на расстоянии по телефону, в том числе по данному факту, направлены для дачи правовой оценки в правоохранительные органы. Сложность составляет то, что действия по дистанционному оказанию услуг совершались вне территории Республики Беларусь. И псевдоцелители, вероятнее всего, являются гражданами другого государства. Я напомню, что 11 человек проходят по этому делу в Витебской области. Сразу после сеансов похожих с экстрасенсами обратились в психиатрическую больницу. Почему взрослые люди попадаются на крючок мошенников, дают огромные суммы денег, а потом, как видим, попадают в такие клиники? Сегодня в нашей студии зав. отделением этой больницы Наталья Васильева. Давайте спросим у нее. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Вы смогли найти ответ на вопрос? Все 11 человек у вас там, которые проходят по этому делу? В моем отделении нет, это не все 11. Кто-то получал только амбулаторную помощь, но были люди, которым понадобилась действительно стационарная помощь, которая оказалась на базе нашего отделения. Диагнозы, конечно, мы не разглашаем наших пациентов, но все пациенты приблизительно рассказывают одни и те же истории. И механизм действия тоже практически у всех один и тот же. Люди находились в тот момент с тревожно-депрессивными расстройствами. Различные степени выраженности. Это были жалобы на нарушение сна, беспокойство, тревогу. Различные степени выраженности депрессивных расстройств. Но главная причина была какая? Того, что они деньги передали, такие суммы, что они повелись, либо того, что они боялись, что будут последствия? Вы знаете, у всех по-разному. Для кого-то было, вот Людмила перевела порядка 120 тысяч долларов, у кого-то были суммы гораздо меньше, но более значимые. И были пациенты, которые в тот момент лихорадочно думали, как жить дальше и как выпутаться из этой ситуации, и денежных вопросов, как решить денежные вопросы в том числе. Сколько времени, Людмила Петровна, понадобилось, чтобы прийти в себя? В тебя? Ну, вот я на лечении находилась с 15 февраля по 5 апреля. Что самое сложное было? Наталья Владимировна. Самое сложное было, чтобы эти люди пришли к нам. Потому что, по моему мнению, если бы не родственники, знакомые, то, по всей видимости, они до сих пор находились бы в этом состоянии и продолжали делать то, что делают. Потому что Людмила Петровна, конечно, обратилась к нам не сама. Вот в какой момент заклинивает, что это гипноз? Почему взрослые люди попадаются на этот крючок? Ну, как правило, когда все хорошо и благополучно в жизни личной и жизни окружающих людей, мы не обращаемся к целителям, экстрасенсам и так далее. Каждый из пациентов имел какую-то личную жизненную проблему. Проблему свою с работой, взаимоотношениями с близкими либо со здоровьем близких. То есть, это какая-то ситуация, которая была проблемой? А вот все не подвержены, все не подвержены такому поведению? Или все-таки есть, может быть, определенная группа риска? Люди, которые складывают себя полномочия решать собственные проблемы и быстренько перекладывают при удобном стечении обстоятельств, вот как мне кажется, как Людмила, на кого-то другого, мало знакомого, под личиной которых кроются, к сожалению, мошенники? Ну, в большей степени, да. Это, конечно, люди, имеющие свои особенности. Но если поговорить даже культурально, да, вот наши сказки, по щучьему велению «Золотая рыбка», людям хочется, чтобы маг-волшебник щелкнул, взмахнул палочкой, щелкнул пальцами, и все проблемы разрушились. А еще это называется суеверие. Люди верят в суеверие. Владимир Владимирович, ну вы как человек, к которому наверняка обращались с такими проблемами. Я могу бы сказать следующее. На самом деле, эти мошенники перебирают сотни, а может быть и тысячи людей, для того, чтобы отобрать несколько человек, которые им поддадутся. Это просто особенности человеческой психики. То есть некоторые люди склонны, вот, к сожалению, к таким поступкам. Я могу провести аналогию. Вот сейчас в России прошла серия подростковых самоубийств, то есть индуцированные через интернет. Это примерно то же самое, потому что ведь в эти сети были вовлечены тысячи, а может быть и десятки тысяч детей, но окончили жизнь самоубийством несколько человек только. Здесь примерно та же самая история. Мошенники перебирают большое количество, они делают колоссальное количество звонков, цепляют того-того-того. Большинство с крючка слезает, но кто-то остается. Мы можем говорить только о особенностях личности. Дмитрий, что скажете? Ну, согласен с коллегой. Во-первых, надо сказать, что Людмила Петровна, она сама по себе является феноменом. Это особенность ее, как раз психического статуса, поддаваться воздействию, ну, гипнотизера. Я поддавалась, Дима. 5-10% гипервнушаемые люди. Эту особенность вообще вот вам надо знать. Это не первый, я уверен, что это не первый раз вы попались на подобный крючок. Уже были подобные истории, но не были, может быть, так масштабные. Но я вам скажу, почему еще феномен. Вот я вот так для себя примерял. Вот захотел бы я одолжить у кого-то 120 тысяч. Я при своем, ну, как бы статусе, положении, известности, пошел бы вот к Светлане Борозской. Я бы не дала. Честно говоря, вы феномен. Я, кстати, об этом тоже думаю. Знаете, что мне кажется, что у Людмилы, наверное, в определенной степени присутствуют те же самые гипнотические какие-то свойства. Мне кажется, она экстрасенс, потому что она приходила, говорил с Седу, акция. Он даже не уникал, какая акция. Людмила, а вам люди запросто вот так вот отдавали? У меня тоже большой вопрос. Могкости, вы даже не представляете. А сейчас вот бы пошла я, наверное, одолжать, никто бы не одолжил. Нет, просто вас можно поздравить, что вас окружают такие прекрасные, благополучные друзья и сады. И еще. Михаил Владимирович, вы как профессор что скажете? Я хочу так само сказать. Я 7 мая глядел передачу «Битва экстрасенсов». Показывали украинских экстрасенсов. Что я вам могу сказать? Одна женщина была явно историчной неврослой женщины, потому что по эффективности и по воде на это сразу отчуваешь. Две женщины имели невысокий коэффициент розумного развития. Но они верили, что они экстрасенсы. А все остальные мошенники. Думаю, сядите, вы знаете, там такая история. Выганяют бесса с молодой девочины. Люди глядят такие фильмы и начинают верить. Так это ж массовый гипноз. Вот у вас есть причина. В советский час была такая организация «Знания». Люди ездили, читали лекции, рассказывали. Зараз же ничего немало. Ваш канал, вот слушайте. Ну хорошо, что вы взялись за такую программу. Я мишеньшим пришел, как сказать об этом. Вот основная была моя мета. Я не выступаю против экстрасенсов. Я уже эти сустракал вельми многих. У нас на Беларуси была Ванга. Это мужчина. Ее прозвище было Адальман. Калия, да меня послали до Адальмана по одной. Там были сотни людей. И я с ним не уразил особистую. Это меня настолько уразило. А затем у меня была встреча с Вольфом Мессингом. Я давал Мессингу задание. Ох, потрясающе! Это потрясающе! Очень важный момент. Мы где-то, как раз, задались на Людмилу Петровну на опрос. Если Михаил Владимирович, позвольте, вот вопрос очень важный. Вот на сегодняшний момент у нас как-то прописано присутствие экстрасенсов, есть некое лицензирование, чтобы можно было говорить о том, как вот определять, где человек, который работает, по крайней мере, прозрачно, где нет. Готовясь к нашей встрече, конечно, я посмотрела все наше правовое поле, все наши нормативно-правовые акты. И пришла к выводу, что, уважаемые граждане Республики Беларусь, нам крайне повезло, что в нашем государстве эта деятельность официально не запрещена, но и не разрешена. Мало того, вот сейчас говорим про битву экстрасенсов, а согласно закону о рекламе, с 2010 года у нас и запрещена реклама оказания данных услуг. И правильно сделано. И как эти российские каналы попадают на наши каналы, и мы видим все это, наверное, здесь тоже вопрос. А правовое поле, конечно, пробел существует в деле. У меня вот мысль такая, вот я сижу, слушаю, что мы говорим о том, что есть мошенники, а есть экстрасенсы. И половина зрителей сидит и думает, значит, есть где-то те правильные целители, к которому можно все-таки обратиться. У нас уже закрытая реклама. Вот сейчас, Дмитрий, мы прервемся на короткую рекламу, после чего в нашей студии новые истории, новые мнения, а также мнения самих экстрасенсов. Вот что скажут они. Оставайтесь с нами, обязательно послушаем. Понедельник вечер, это форум. Они ждали чуда, но получили только проблемы. 11 человек из Витебской области после общения с экстрасенсами попали в психиатрическую больницу. Настройка каналов, чистка кармы, привороты, порча сглаза, чего даже в 21 веке услуги колдунов и гадалок находят своих клиентов. Как люди попадают в ловушку мошенников, кто они, экстрасенсы, и как распознать шарлатана в том, кто берется разобраться со всеми твоими проблемами за отдельную плату. Тариф мистический, тема нашей программы сегодня. Наш следующий герой очень хорошо знает, кто такие экстрасенсы, потому что он один из них. Один из финалистов суперпопулярного телепроекта на всем постсоветском пространстве, который показывает, как соревнуются между собой люди с паранормальными способностями. Медиум Яков Шнисон сегодня гость в нашей студии. Что скажет он? Встречается. Яков, добрый вечер. Вы слышали ту историю, с которой мы начинали сегодня, то, что произошло в Витебске. Как вы это оцениваете, вот то, что произошло? Хочу сказать доброго дня всем вам. Приветствую вас. И очень хорошо, что подняли такую тему. Я пришел сюда, не боясь того, что сейчас будет разбираться эта тема, кто-то сомневается в экстрасенсах или нет. Людмила, у меня первый вопрос назревает. Где была ваша семья? Где были родные люди? И почему они не обратили внимание на то, что это не просто цыганка, которая вас развела у вокзала? Это на протяжении года. Где была семья? Вы же не пожилой человек. Они меня очень убеждали. И никому нельзя говорить в этой ситуации. Потому что не будут действовать эти биоэнергетические ее потоки. Вот, Людмила, скажите. Людмила, смотри, сейчас я дайте договорю. Людмила, в этом случае, вот когда такое говорят, я вам экстрасенс. Да, вот человек, который помогает людям. Мне реклама не нужна. И я, находясь на проекте, я приехал с билетом на плацкарт, сам и своими способностями доказывал. Вы должны понимать, что сказки нету. И где написано бесплатно, где говорят, что позвоните, мы решим ваши проблемы. Это неправда. Это ложь. Потому что бесплатно с вами никто работать не будет. И оказывать помощь тоже. Яков, а как понять? Ну, как понять, что перед тобой человеку, у которого присутствуют способности, и тут же человеку, который просто мошенник и манипулирует? Ну, во-первых, человек, который обладает способностями, он не будет себя рекламировать. То есть, и сразу обращаю внимание на данные передачи. Там указаны телефоны, там указано, как связаться. То есть, это прямая реклама. А ваш номер телефона можно где-то найти? Мой номер телефона? Или вы засекречены тоже? Ну, в основном, это мои друзья, знакомые, которые ко мне обращают. То есть, вы прячетесь от клиентов? Нет, я никого не прячусь. Прячетесь, это вы, возможно. Потому что вы сейчас так говорите. Потому что я... Ну, вы говорите о том, что там пишут. Да, там пишут. А в интернете я вам ваше имя и фамилию и буду рекламироваться. Ну, мне нужно прятаться, он известный телеведущий. Я поймала себя сейчас на мысли о том, что вот мы собрались в программу. Вот люди, которым нужно помочь. Вот наша, слава богу, отдельная страна, где это как-то моделируется и курируется. И вот сидит прекрасный молодой человек. Ему бы в телеведущие пойти. Он очень хорошо говорит. Он умеет придавливать. Уж меня-то трудно придавить. Он сумел это сделать. Я заметил. Нет, минуточку. Так вот. И он сидит и говорит. Нет, они-то, конечно, все мухлюют. Но я-то все умею. И в результате... Реклама. Я сижу и думаю. Если бы я была девочкой 20 лет назад, я бы подумала. Ой, мне надо обязательно к нему подойти после передачи и узнать, почему мне Гриша не звонит. То, что вы сейчас говорите. Потому что Гриша позвонит. Ну что, вообще вы прекрасны. Спасибо большое. Я вас возьму, скажите. Я вам скажу одно. То, что действительно, с большим вниманием уделите тому, что экстрасенс рекламировать себя не будет. Ему это необходимо. И он навязывать свои услуги не будет. Согласен. Если вы обращаетесь, то, во-первых, вы обращаетесь к людям, которые вам дали этот совет, да. То есть сказали, обратись. Он нам помог на личном опыте. То есть тогда можно обратиться. Это раз. И то еще не факт, что один врач помог, например, одному человеку. Это не значит, что этот врач поможет другому человеку. Понимаете? Вот пример, да. Яков, у вас не было проблем с недовольными клиентами? Или как вы называете? Клиенты, пациенты? Я еще раз говорю, смотрите. Мои клиенты, это потенциальные друзья. Это раз. Так сколько их друзья? Во-вторых, я не работаю и не обслуживаю население. И на большую массу я не работаю. Конечно, достаточно пятерки и людочек. И вот так. Людмила Петровна, вы же поверите. Я теперь уже никому не верю. Смотрите, я вас не знаю. Вот если бы вы вышли, вот если бы я была, вы, или человек, который обладает способностями, я, к сожалению, ими не обладаю. Но я бы вышла сюда и сказала, вот смотрите, я могу вот так. Да? Вот как говорят, покажите. Покажите, я считаю, минуту, ставьте, тем я работаю. Я называю себя экстрасенсом. А я работаю медсестру. Ну и хорошо. Ну и работай. Ну и работай. Ну и работай. Вообще тема экстрасенсов, она народная, потому как мы можем много говорить о том, какие законы появляются, как остановить людей, либо наоборот подтолкнуть к чему-то. Но это было. И судя по всему, к этому может подойти. Тогда нельзя исключать то, что... Да, Яков, мы решили наш традиционный опрос посвятить как раз этой теме и спросить, доверять ли наши люди экстрасенсам. Вот что мы услышали в ходе опроса. Я не верю в экстрасенсы. Этого просто быть не может, понимаете. Человек мог что-то сам, мог предсказать наперед. Мне кажется, это неправда. Это вообще антинаучное какое-то, антинаучное зрелище. Я страдала от обмана цыган. Цыгане, они тоже экстрасенсы в чем-то. Если бы знать, где у нас они есть, с радостью бы обратился. Мне кажется, это глупости. Человек сам себе должен верить. Верим в Бога. Что даст Господь, то есть и будет. В экстрасенсов, которые помывают руками в телевизоре, я не верю. Это не экстрасексорика, это все равно наука и очень тонкое внимание и знание человеческой психики. Обращалась, помогали. Правду говорили. Не верим, у нас все нормально. А почему не верить? Потому что не в сказке живем. Еще один герой нашей программы прямо сейчас появится в этой студии. Валикс Буик, также экстрасенс и участник одного из самых популярных шоу, посвященное состязанию людей с особенностями. Добрый вечер, Валикс. Во-первых, как история, которая приключилась? В Витебске 11 человек попали к психиатру после того, как общались, по сути, с вашими коллегами. Тоже называют себя экстрасенсами. Ну, называть друг друга можно как угодно, так же себя. Мы уже знаем, как вы сказали, санитарку, да, знаем. Ко мне тоже иногда идут люди немножко ку-ку. Слава Богу, здравый разум мне подсказывает с ними не иметь отношения, чтобы потом мои так называемые ку-ку клиенты не оказались в дурке. Так что Бог миловал. Вы как-то фильтруете, определяете, с кем вы не работаете? Ну, как-то по определенным качествам, разговору о том, что человек завинчен на этой всей экстрасенсорке, можно определить, что он скорее всего... А за какую помощь к вам приходит? То есть что вы оказываете? Потому что, ну, набор, если посмотреть, он огромный. Там чистка кармы, настройка каналов, не верится, что я это говорю. Ой, это все фантазии, которые не существуют. Что не существуют? Да, чистую карму невозможно сделать. Каналы какие-то, ну, канализация, само слово уже о чем говорит. А чем тогда занимаетесь? У меня вопрос тогда. Потому что я с вами не знаком. Вы хотите сказать, что нету такого, что можно воздействовать на энергетику человека? Есть. Что можно проклять человека? Что человек повторяет ошибки своего рода? То, что вы говорите, это чушь, понимаете? Это называется битва экстрасенсорка. Порча очень редкая вещь. Это очень неприятная вещь. Но я не практикую, потому что мне самому плохо от этой порчи. Поэтому, естественно, я отказываюсь. Но когда мне позвонила племянница, а я казался, что у нее порча, я не мог отказаться. Скажите, а вы верующий человек? Потом родовое, какая там, что вы сказали родовое? Проклятье. Родовое проклятье. Ну, нет родового проклятия, как такового. Ну, чушь вы говорите, оно есть. А вот психологический настрой, переходящий от родителей, и делают так, как отец делал, сын делает, дочь делает так, как мать делала. Это называют родовое проклятие. Просто психологический настрой повторяют ошибки своих. Но с чем вы готовы помочь, как экстрасенс? Чтобы понять критерий экстрасенс, не экстрасенс? Когда человек хочет, чтобы ему помогли, и у него есть проблема, и если я могу в этом помочь, я помогаю. Это широкий спектр может оказаться. Очень обтекаемо, вам не кажется? Ну, не гадаю на будущее. Будущее, как такового, еще нет. Поэтому рассказать его невозможно. Я вообще скептик. Хоть экстрасенс, звучит очень странно, скептик экстрасенс. Мне кажется, вы просто сами не поняли, чем вы занимаетесь. Жизненный опыт привел. Просто не понимаете, чем вы занимаетесь. Вот молодое поколение валит старое. Может быть, друг другу они как-то могли бы сейчас помочь? Помочь друг другу. Нет, Якову помочь уже не могу. Нет, текучку, Валикс ответил. Яков, у вас тот же вопрос и вам. Да, хорошо. Конечно же, я работаю совсем практически. То есть, я смотрю, но я иногда могу сделать и порчу, и проклятие сделать. И потом результаты появляются налицо. Это бывает неосознанно. Когда я с человеком могу поговорить, человек мне что-то неприятное скажет, потом в этот день ломает ногу. Я также могу человека по теме молчать. То есть, я одну руку... У меня уже столько людей, которые поломали. Пожалуйста, по эту тему. То есть, рядом со мной сидит явно темный маг. А вы когда-нибудь слышали о теории самореализующихся предсказаний? Да. То есть, вы имеете в виду за что? Я, кстати, на эту тему писал недавно. Что вы имеете в виду? Собственно говоря, мне кажется, то, чем вы занимаетесь. То есть, вы озвучиваете, возможно, заведомо ложные какие-то предположения, которые ничего не имеют общего с реальностью. Человек, который вам доверяет, у которого вы пользуетесь авторитетом, верит в это. В соответствии с этим, действительно, программирует свои какие-то действия. И в конечном итоге он формирует таким образом реальность. Вот и все. Вот, я скажу вам так. Сила программирования, она есть. То есть, если человек... Нельзя отрицать то, что человек во что верит, это ему помогает жить. Этим занимали социологи прошлого века. Смотрите, да. Есть определенные точки в жизни человека, когда запрограммировано. Сколько будет детей, сколько будет мужей. Это все указано. Но человек сам выбирает, рожать этих детей или нет. Потому что, когда ко мне приходит женщина, я говорю, у тебя по судьбе трое детей должно было быть. Но сейчас у тебя никого нет. Она говорит, да, три аборта сделала. То есть, Бог изначально с судьбой сделал так, чтобы у этой женщины было трое детей. Понимаете? И мы говорили о прямой и косвенной рекламе. Но человек сам решает рожать, представитель церкви. Дайте слово. Я вообще удивляюсь. Я понимаю, вы человек корректный, не можете ничего... А ты как вы держите? Знаете, не могу кричать сильно так, перебивать. Но, вы бачите, я по-белорусски. Хотел бы сказать только одно. Знаете, кто был первым экстрасенсом? Кто? Сатана, когда пришел к Еве. Первый экстрасенс сказал, ты будешь как Бог. Ты будешь как Бог. И поэтому я тебе после того, как Бог, ты попала в грех. В грех велик и тяжкий, кидай сегодняшний день на каждом из нас. Это настолько велькая мерзость, скажу вам шчира. Я удельничал, колись сегодня было говорили. Я удельничал в экзорцизмах. Особисто удельничал. Я видел, бачил всю эту мерзость, якая отбывается на людях. Так. Святый Петр сказал, ясно, дьявол, як рыча, чылев, то есть, який кружит и шукает, как кого пожрать. Ему уже противно глядеть на самого человека, потому что это образ и подобие Божье. И зараз человек, який у раи отошел от образа и подобия Божьего, клюнул, что и он будет, як Бог, взрослась аж стольки, попал не туда, куда требует. Еще один участник нашей программы, прямо сейчас появится в этой студии. Несколько лет назад он решил для себя ответить на вопрос, кто же такие экстрасенсы. И вот сегодня утверждает, что он понял, в чем их секрет, в чем их тайна. Утверждает, что большинство из тех, кто называются экстрасенсами, никто иной, как мошенники. Психолог Павел Загмантович, его версия прямо сейчас включается. Пусть отдельно садись, а то не дай Бог, садись сюда. Все-таки верить. Здравствуйте, Павел. Что заставило вас быть таким категоричным? Каким же выводом вы пришли? Наука. Я подтвержу ваши слова. Действительно, большинство мошенники, остальные добросовестно заблуждаются. Но ничего экстрасенсорного, кроме, возможно, очень тонкого слуха, очень хорошего зрения, очень тонкого вкуса, нет. Никакие исследования ничего не смогли показать. В России, в США есть уйма различных премий. Например, премия Фонда Рэнди, премия Гарри Гудини в России. Пожалуйста, можно прийти и показать свои таланты. Нет. Ни у кого не получается. Потому что никакой... Спасибо. Никакой экстрасенсорити не существует. Всегда хочется сказать, но ведь мы не все с вами знаем, ведь где... А потому что, я скажу, потому что там постановочно, в Гудини и во всех этих премий. Это постановочно. Битвы экстрасенсов постановочных. Еще раз говорю. Нет. А это реальные истории, реальные ситуации. Дело в том, что человеческая психика, сегодня девушка или парень приходит, он приходит в настоящую ситуацию. Подвергается различным расскажениям. Ко мне пришло, я экстрасенс, ко мне пришло 100 человек, двое из них вот так вот излечились, я всех 98-х забыл, этих вывожу и показываю. Вот. И все смотрят, да, это помогло, здорово как. И мы не замечаем всех остальных. И я, как экстрасенс, не замечаю всех остальных. Вот и все. Это куча искажений. Скажите, пожалуйста, я хочу у вас спросить, а вот Мессинг, вот что вы скажете? Вы были в жюри председателями. Я с початку другое расскажу. Ну мне просто важно, ведь есть люди, которые обладают. Была такая верно ведомая ученая, Бехтерова, академик, она сусветно ведомая. Наталья Петровна стверждала тое, что есть зъявы такие паранормальные, что называется экстрасенсуальные. У нас вот и так отримливается. Часом мы не можем нечто доказать. И тогда выкидываем. Я короткий приклад приведу. В 1906 году повесился Людвиг Больцман, потому что все ученые выступали против... А он распроцвала основы статистичной физики и кинетичную теорию. Тому надо быть вельми осторожны с такими заявлениями. Простите, дело в том, что это ошибка. Это очень важный момент. Даруйте мне крыласко. Наталья Бехтерева имела мнение. И она, она величайший ученый, это правда. Ее открыли. Я сам работаю по Наталье Бехтеревой. Но мнение ничего не значит. Если мы не можем доказать что-то, то давайте хотя бы не оперировать этим. Давайте не будем рассказывать, что вы знаете, что-то есть такое. Я вам могу сказать всем вот сейчас, я управляю курсом доллара на белорусской валютной бирже. Я управляю курсом доллара. Вам поместится. Мы хорошо управляемся. Представляете, да? Что, вы поверите мне все? Поверим. Я скажу, давайте, давайте, быстренько стеремся, я управляю. А когда завтра мое предсказание не сбудется, знаете, что я скажу? Я скажу, ну вы не все понимаете, короче. Дело в том, что вы, ну там, помехи всякие. Простите, пожалуйста, если я не могу доказать, что я управляю курсом доллара, на каком основании я вообще могу это заявлять? Вот и весь ответ. Спасибо. Яков, вы хотели бы заразить, пожалуйста. Я вам хочу сказать, все знают, все люди всегда были и есть бабушки, дедушки, которые жили в селах, в деревнях и всегда помогали. И мы не имеем права сейчас говорить то, что людей, которые имеют способности, которые могут снять какую-то болезнь, они не рекламировали себя. Они же имеем такое право. Которого мы не можем сказать, что он есть, но мы не можем сказать, что он нет. Поэтому мы обращаемся в церковь, в храм, потому что мы верим и ищем спасение. Уважаемые, уважаемые, во-первых, здесь ток-шоу и здесь вы не один. Это программа не ваша и не моя. Это программа всех с тем, что произошло. Я сейчас объясню. Не надо вскакивать и убегать. Секундочку, давайте мы не будем играть. Секундочку. Вы уже не держите себя в руках? Яков. А что это происходит? Яков. Вы тут поспокойнее, пожалуйста, Яков. А то я ваше ментальное тело. Одну секундочку, дорогие друзья. Давайте так, давайте мы не будем, как страусы, взрывать голову в песок. Есть нечто в нашей жизни, что произошло конкретно с Людмилой Петровной. Что с ней произошло, мы можем покрутить, извините, у виска и сказать, что с ней было что-то не то. Но что-то произошло. И это что-то говорит о том, что есть какие-то экстрасенсы, либо их нет. Одни верят, что они существуют. И к ним как ходили, так ходить и будут. Другие считают, что их не существовало никогда, и их не будет. Сейчас мы видим на диване людей, которые отрицают их существование, и те, кто утверждает, что они и есть эти экстрасенсы. Уйдем мы, выключим, не покажем программы, ситуация не изменится. Есть два вопроса, которые для меня очень важны. Первое. Почему, если такие люди существуют, мы никак не разберемся, они вне закона, либо в законе у нас в стране? Это первое. А во-вторых, как не попасться на крючок и сказать, никакой порчи сглаза со мной не будет? После рекламы попытаемся понять ответы на эти вопросы. В понедельник вечер, это форум. Они ждали чуда, но получили только проблемы. 11 человек из Витебской области после общения с экстрасенсами попали в психиатрическую больницу. Настройка каналов, чистка кармы, привороты, порчи сглаз, отчего даже в 21 веке услуги колдунов и гадалок находят своих клиентов. Как люди попадают в ловушку мошенников от магии, кто они экстрасенсы, как распознать шарлатана в том, кто берется разобраться со всеми твоими проблемами за отдельную плату. Это тарифмистические темы нашей программы сегодня. А Василина, как астролог. Кстати, астрология для многих тоже псевдонаука, они наверняка и на вас набрасываются. Но, тем не менее, абсолютно признанная у нас, которая может какие-то подтверждения, звезды можно видеть. Вот тот спор, который у нас до рекламы разродился, вы чью сторону принимаете? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я в экстрасенсов не верю, и у меня есть на то веская причина. Я как раз-таки из той семьи, где бабушка занималась целительством, знахарством. У бабушки было какое-то психическое заболевание. То есть она верила, что она может больше, чем другие, она что-то такое делала, придумывала какие-то обряды. Я на сегодняшний день занимаюсь астрологией, но борюсь с теми, кто в астрологии пытается заниматься какой-то кармой, чакрами, чистками. Вот астрология, она как-то прописана? Вы платите налоги за сеансы, за... Ну, если бы я консультировала, может быть, и я бы знала. Но я занимаюсь исследовательской деятельностью и просветительской. То есть для себя, в первую очередь. У нас группа астрологов, которая занимается именно вот какими-то разработками. Спасибо, спасибо. Владимир Владимирович, ваше мнение. Я хотел бы два слова буквально сказать. Значит, как пожилым людям известно, перестройка началась с рассвета. 30 лет назад я работал в Минздраве Республики Беларусь. Открывается дверь, как только объявили перестройку, у меня на пороге было два человека молодых. И сказали, я экстрасенс, а я его помощник. Это плата, извините, за нашу с вами свободу. Хотим мы этого или не хотим, но будет множество мнений. И люди будут совершать различные поступки. Иногда и не очень хорошие. Но все-таки, с моей точки зрения, лучше и веселее жить в государстве не тоталитарном. Когда мы имеем гораздо больше возможностей. А это, ну что ж, это плата за нашу свободу. Это первое, что я хотел сказать. И второе. Я участвовал во многих форумах такого рода. Мне кажется, что это очень хорошая сегодня передача. Потому что, посмотрев на это, ни один нормальный человек, по-моему, к ним не пойдет. А я хочу обратить внимание к астрологу. Как вас зовут? Как вам обращаться? Василина. Василина. Я хочу сказать вот про вашу бабушку. Я хочу обратить внимание, что было с бабушкой. У ней было не расстройство. Просто человек помогал людям, а потом она, как губка, все это вбирала, забирала. И потом сама от этого страдала. Потому что не умела скидывать. Потому что проблемы тех людей, которые обращались, она брала на себя. А вы, как неблагодарная внучка, сейчас берете и говорите, что бабушка ваша была больна. Хотя сами выбрали путь, очень схожий с экстрасенсорикой. А вы кто по знаку зодиака? Это не межночек. Иногда лучше жевать, чем говорить. А что у вас? Вы впитываете, потом скидываете. Кто вам это передал? Кто вас научил? Кто меня научил? Меня научила моя бабушка, которая меня воспитывала. То есть это все-таки передается из поколения в поколение? Которые обращались люди, известные люди обращались, простые люди. Также ее мама, это моя прабабушка Циля, помогала людям во время Великой Отечественной войны. Будучи еврейкой, сама спаслась чудом и увела за собой девочку. И так же лечила и помогала людям. Нет, прекрасно, браво вашей бабушке. Я благодарю, что у меня такая семья. У меня, в общем-то, другая немножко тема. Я подумала, вот попытка запретить битвы экстрасенсов. Наверное, это неправильно, потому что запретный плод, он всегда, наверное, привлекательный. Правильно ведь? Нужна альтернатива. Это неправда. Альтернатива? Альтернатива. Альтернатива, это у нас психотерапия, во-первых. Нужно просвещать людей, рассказывать побольше и поподробнее о том, кто такие экстрасенсы, кто такие психотерапевты. Я знаю, что многие даже не могут различить, кто такой психолог, кто такой психотерапевт, кто такой психиатр. Поэтому именно просвещение вот здесь вот окажет услугу населению и заменит именно вот этих экстрасенсов. Вот я бы хотел предложить все-таки водораздел провести. Вот тот случай, который произошел у нас с Людмилой Петровной. Наконец-то, да. Тут ни у кого не остается вопросов. Это вообще не имеет никакого отношения к экстрасенсорике. Это мошенники, которые владеют, в общем-то, самой нехитрой методикой внушения. Нашли гипервнушаемого человека. Агрессивно, очень агрессивно, кстати, это к вам тоже намек. Внушали свою точку зрения и выманивали деньги. Друзьям не предлагают услуги. И выманивали деньги. А вот тут я хочу сказать. Это свой мир. Я присоединяюсь к астрологу. Просто главное не запрещать. А главное не показывать телефоны, куда люди могут бесплатно позвонить, чтобы потом ей названили. Вам же названивали, правильно? А экстрасенс или какая-то бабушка, она не будет. По всему селу или деревне бегать за клиентом. Он придет к ней сам. Есть параллельный мир мошенников. И там надо, чтобы занимались правоохранительные органы, пускай с привлечением экспертов того же психиатрического мира. Есть все-таки мир экстрасенсов. Есть мир врачей-психотерапевтов. Вот так получается, что я тоже всю свою сознательную жизнь, врачебную, я проходил параллельно с этим миром. Более того, я один раз, будучи еще молодым доктором, учился. Ну как учился? Несколько там лекций у нас было в школе экстрасенсов. Но она называлась институт, академия. Это в Харьковском институте психиатрии Протопопова мошенники туда не приходили. Туда приходили истинно верующие в то, что они обладают этими способностями. Частично сумасшедшие. Частично сумасшедшие. Все, Дмитрий, спасибо большое. Да, Наталья Васильевна. Дмитрий, это деятельность, обыкновенный рынок, это рынок услуг. К сожалению, этот рынок услуг у нас ничем не регламентирован даже в нашей стране. Мало того, что принимая вот такие услуги, некачественные, недостоверные, Людмила Петровна не может в гражданско-правовом порядке обратиться в суд за защитой прав потребителя. Эти граждане, которые занимаются оказанием этих услуг, оказались вне правового поля. Конечно, нужно наводить порядок в этом деле. То ли их подвести под закон об оказании психологических, если они психологи, они должны иметь соответствующее образование. То ли под индивидуальных предпринимателей тоже какие-то требования там должны быть. То ли вообще их запретить, эту незаконную деятельность. В принципе, она у нас здесь не существует, на территории Республики Беларусь. А вообще, есть только единственное наказание, действительно, статья 209 УК, мошенничество. Кто сколько даст. Вот, и кроме этого... Моя бабушка всегда принимала так. Кто сколько что мог, столько и давал. Вы тоже так? Что я так же помогаю людям. А вы на основании каких-то документов работаете? У вас есть какой-то документ, сертификат, вот на основании чего выведете? Если у вас кассовый аппарат. А зачем кассовый аппарат? Люди хотят, это подарок. Они могут оставить килограмм яблок мне. И нормально. Я пошел, если я не хочу сам есть, я пошел, угостил детей. То есть у вас официально ни ИП, ни какой-нибудь индивидуальный предприниматель. Ну вы никак не числитесь. У меня другая работа есть. А, то есть это копия. Конечно, да. Поэтому для меня это не выступает основной работой. Просто единственное хочется обратиться ко всем. Поэтому я говорю, что я вот как люди, для меня это не основная работа. Тут треба быть на вельми осторожном человеку. Добро сказали, что чувствительные люди есть. Чувствительные, да. Их легко. Каждый человек, зная, на чём можно его зловить. Я знаю, что я тоже, когда есть такое слово, азартный часами бывает. Я знаю, что меня не можно зловить. Я знаю, что до этого дотыкаться мне не можно. Что люди скажут. Действительно, давайте поговорим. Пока мы спорили, шла реклама. Оказалось, что и в нашем зале есть люди, которые обращались к экстрасенсам. И у них есть свой опыт. Будьте добры, ваше мнение. Вы тоже обращались к экстрасенсам. Чем закончилось? Легко тащить. Несколько лет назад, когда была телеведущей тоже передачи «День в большом городе», к нам пришёл Валикс Буек. Я очень хорошо помню тот день. Я не знаю, Валикс, помните вы меня или нет. Но я помню, как вы сказали, что я не экстрасенс. Я ясно чувствующий. И после того, как передача закончилась, он меня отвёл и говорит, на вас только сглаза, на вас только зависти. Говорит, у вас там чакры закрыты, вам нужно что-то с этим делать. Говорит, но я этим не занимаюсь, я это не снимаю. Я после этого стала, естественно, искать, к кому же мне обратиться. Прошло много лет после того, как вот, я почему сейчас хочу сказать слово защиты за Якова, потому что человек, который действительно мне очень сильно помог. Причём я не искала его, я не сама вышла. Он сам пришёл ко мне в студию. Не боитесь, что однажды, вот, не знаю, ну, может, не с Якова, может, с кем-то ещё потеряется контроль и начнётся... Нет, вы знаете, я не из тех людей, которые хотят знать своё будущее. Я обратилась к Якову только для того, чтобы он мне помог снять всё то, что на меня было сделано. Когда я искала людей, я тоже попала к одной, скажем так, к одной мошеннице, которая поняла, что с меня можно вытащить деньги. Она мне сказала тоже, там, сначала 5 тысяч долларов, потом 10, но у меня, извините, я не хочу там никого оскорбить, но у меня хватило, скажем так, мозгов, чтобы поговорить с родителями, с мамой, с сестрой, чтобы я в итоге никому не обращалась, поэтому я тоже знаю, у меня тоже есть примеры, вот, какой-то. Можно? Спасибо. Спасибо, можно я? Да, да, Павел. Я хочу, вот, всех, кто смотрит, присутствует, прям легко вылечить от всех порч и сглаз. Вот бесплатный сеанс. Не верьте. Вот чёрная магия работает, когда человек в неё верит. Или белая? Не верьте. Вот я тоже известный человек, и на меня тоже очень много чего меня не любят, и про меня много всего говорят. А как депутатов? Чё-то на меня это никак не влияет. Я молодец, красавчик, здоровый, бодрый, дети, всё замечательно. Не веришь? Всех поразно. Не поражает. Волшебная защита, рубашка, вот, не веришь. Хорошо, когда ко мне в студию подкинули, я не буду говорить, что подкинули, это что? Я в это не верила, однако это потом нашли. Это человек делает на вас как влияние. Ему от этого хорошо. Павел, вы занимались этим вопросом, я знаю, что вы изучали, общались, и в том числе пытались помочь людям, у которых было неудачно, как Людмила Петровна, вот такая связь, контакты. Если говорить всё-таки, вот мы, вот Наталья Васильевна прекрасно расписала, какие бывают варианты. Либо мы к ИП, либо мы это определяем, какие-то услуги, хотя в данном случае несправедливо по отношению к психологам, у которых медицинское образование, у которых есть, по крайней мере, как это проверить. Либо это запрещается, да? Нельзя запрещать. Вот, ваше мнение, что в таком случае должно быть? Просвещение, я поддержу, просвещение, всё, что может работать, это если мы перестанем, простите меня, пожалуйста, но мы перестанем людям рассказывать, что есть гороскопы, потому что есть эффект Барнума, он же эффект Форера. Когда вы берёте один и тот же текст, даёте каждому человеку, и каждый в нём находит про себя правду. Ну не работает это. Никакой вот этой потусторонности нет. Давайте рассказывать людям, давайте перестанем им говорить, что есть гороскопы, есть экстрасенсы. Будем говорить про науку, про данные, про исследования. Да, в них много ошибок, это нормально для науки. Но если мы будем рассказывать людям, что есть экстрасенсорные какие-то штуки, то вот, кто-то попадётся. Спасибо, Павел, да, Светлана. Я просто про то, что, во-первых, мы ушли от Людмилы, и я подумала, почему вы не пошли к психологу хотя бы за, там, не знаю, 10 или 20 долларов, я не знаю, сколько это стоит, но это отдельный вопрос. И, конечно, ваш пример очень показательный, чтобы с другими это не произошло. Я не отрицаю, что есть люди, которые обладают способностями. Я просто говорю о том, что всё так смешалось, например, мы не можем объяснить Наталье, там, Наталья Бехтерева Великая, Мессинг, да, Ванга. Она обладала этим, можно по-разному к этому относиться. Знаете, говорят, добро и зло, я такое слышала, договорились не мешать друг другу, да, чтобы человек каждую минуту делал свой выбор. Вот и всё. Просто действительно главное то, что я сам поддерживаю, почему я пришёл сюда. Я говорю о том, что прямая реклама, прямые телефоны, прямое какое-то воздействие на человека, на его судьбу, на его жизнь, когда ты берёшь и сам навязываешь свои услуги. Вот это услуги. А когда человек принимает своё решение, прийти к кому-то, услышать какую-то помощь, совет, это совсем другое. И я считаю, что это было, есть как та же церковь, храмы. Мы тоже не можем доказать, отработал действительно батюшка или пастор, отработал он эту службу на совесть или нет. Все ли ушли с какой-то лёгкостью в душе или нет. Людмила Петровна, мы сегодня с вас начинали эту программу, и вы оказались в самой неприятной ситуации с точки зрения этой темы. Но, к счастью, не в самой страшной ситуации, которая в этой жизни бывает. Чему она вас научила, какие советы вы теперь отдаёте людям, что вы для себя поняли после того, как в вашей жизни это произошло? Чтобы люди никогда на эти вот, когда навязывают, и когда первое слово услышат, что нужно заплатить, сразу, чтобы они сразу бежали от этого. Вот, потому что тебе, да, действительно, как взяли на крючок и ведут. Я купилась на этом, на горе, я боялась потерять родителей. Ну, хотя бы, я должна была осознавать, что родители, все мы уходим в мир иной, и родители не вечные. Вам сейчас отдавать эти деньги, если вы смогли взять, мне почему-то кажется, что вы сможете каким-то образом их и отдавать. Но для многих людей, на самом деле, это большой кризис. Что вам позволяет переступить, идти дальше? Это такой мастер-класс для тех, кто сейчас смотрит и столкнулся со сложной ситуацией. Вы знаете, меня очень хорошо поддерживает моя семья, да, и муж сказал, это не главное, самое главное, что когда ты попала в психиатрическую больницу, ты смогла быстро направиться, выйти с этого состояния. Время нашей программы подошло к концу. Вообще, нужно признать, что в жизни бывают ситуации, когда прижмет настолько, что выход пытаешься искать у кого угодно и в чем угодно. Здесь, как повезет, ты можешь найти друга, а можешь нарваться на мошенника. И тогда уж, ну, извини, такова судьба. Вообще, сегодня часто очень звучало слово, такое выражение, жизненный кризис, человеческий кризис, семейный кризис. Я почему-то вспомнил, вот не знаю почему, что у китайцев, вам хорошо известно, слово кризис, оно состоит, иероглиф из двух значений, да. Одно, это опасность, а второе, это возможность. Я вам, дорогие друзья, желаю, чтобы вы в любой проблеме видели всегда возможность. Тогда, во-первых, вы справитесь сами, а во-вторых, точно не потратите деньги на мошенников. Берегите себя, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok